Здравствуйте, уважаемые садовод-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем видео я научу вас, как превратить неорганические минеральные вещества в органические. Для чего это нужно? Дело в том, что многие избегают использования минеральных удобрений. В каком-то случае, в какой-то степени это оправдано. Почему? Потому что неправильное использование минеральных удобрений может приводить к изменению физических и химических свойств почвы. Она становится неблагоприятной для роста и развития растений. И она становится неблагоприятной для обитания целого ряда различных полезных почвенных организмов. Ну, в том числе, например, дождевых червей. А многие стараются, чтобы дождевых червей было побольше. И это правильно, потому что дождевые черви также определяют такой параметр почвы, благоприятный для растений, как плодородие. И при всем том, я на канале, конечно, много говорю. Там добавьте навоз, под малину положите навоз, под многолетнее растение положите навоз. Но где его взять, этот навоз, если его нет? Вот нету и все. На самом деле, нечто подобное на навоз можно вполне приготовить своими руками. Ведь особенностью навоза является то, что он содержит значительное количество органики, которая является питанием для микробиков в почве. И он содержит, такой концентратом является, различных веществ, которые микробики из органических превращают в минеральные. И вот если у вас есть проблема с добычей, с обеспеченностью органическим удобрением, вы вполне вот именно теперь, в этот период времени, можете сделать его самостоятельно. Что нам для этого понадобится? Вот я беру вот такую вот пластиковую бочку на 50 литров. Вы можете взять большое ведро, вы можете взять большего размера бочку, что угодно. Да, ну вот некую такую емкость. Можете взять металлическую бочку, даже ржавую, без проблем. Ее надо полностью набить листвой. Слава богу, листвы сейчас у нас хватает. Да, она, ну дожди прошли, она где-то мокрая у нас, сухо, все хорошо. Вот, но вместо листвы также можно взять солому, тоже хватает. Ну, кому как везет, но у меня хватает. Кроме того, треть от этого объема органики можно заменить опилками вполне. Это тоже хороший источник целлюлозы. Вот, соответственно, можно взять листву, листву с соломой, или листву с опилками, или солому с опилками. Ну, то есть, вот такие вот растительные материалы. Вы также можете сюда добавить и те растительные остатки, которые еще не убрали с огорода. Это может быть также ботва, это может быть какие-то цветы, может быть, там уже увядшие, обрезая эти хризантемы, что-то еще. Все надо заложить в эту бочку. Сюда пойдут также пожневные остатки. Ну, например, вот у меня кукуруза есть, да, какие-то. Можно не измельчать даже особо сильно. Вполне можно закладывать вот таким вот образом. И эту бочку надо набить этими растительными материалами, как если бы вы квасили капусту. То есть, очень основательно, вот так как следует прям набить, набить, набить. И далее надо залить ее особым раствором. Этот раствор как раз будет очень способствовать жизнедеятельности здесь микроорганизмов. И он же сам по себе будет источником ценных питательных веществ для растений. Именно микробы помогут нам перевести минеральные удобрения в органические, без, между прочим, всяких потерь. Значит, первое, что нужно сюда положить, это один стакан какого-нибудь азотного удобрения. Это может быть мочевина, это может быть аммиачная селитра, ну, что угодно, да, это надо сделать. И еще надо сюда положить один стакан фосфорного удобрения. Лучше всего, если это будет двойной суперфосфат. Но положите полтора-два стакана простого, если у вас нет двойного суперфосфата. Между прочим, в это удобрение также можно положить в качестве источника фосфора либо костную муку, либо вообще фосфоритную муку. Очень дешевое фосфорное удобрение, которое практически не усваивается растениями без помощи микроорганизмов. Но здесь как раз микроорганизмы приведут его в полный порядок. Вы можете взять два стакана костной муки или вы можете взять пол-литра вот этой фосфоритной муки, то есть буквально природного фосфорита. И сюда вот все это мы закладываем. Растворяем в 10 литрах воды. Здесь вот так вот аккуратненько все растворяем. Следующий компонент, который нам надо взять, это обязательно какой-нибудь источник калия. И лучше всего, если это будет сульфат калия, минеральное удобрение. Золу я сюда класть не рекомендую, потому что ее понадобится достаточно много. А это защелачит наш раствор, и это будет совсем нехорошо, что он получит сильную щелочную реакцию. Это будет препятствовать работе микроорганизмов. Кладем сюда еще один стакан сульфата калия. Очень важно обогатить наш состав гуматами. Вы можете взять обыкновенные любые жидкие гуматы, и один стакан гуматов необходимо сюда влить. Лейте аккуратненько, чтобы сильно не плюхало. Почему? Потому что это все очень плохо отстирывается. Очень неплохо было бы сюда положить еще на эти 10 литров и столовую ложку лимонной кислоты. Или хотя бы влить стакан уксуса. Это немножко подкислит раствор, защитит некоторые из компонентов от превращения в такие недоступные вещества. И будет хорошо способствовать развитию здесь микроорганизмов. Какие микроорганизмы мы здесь ожидаем? В первую очередь это целлюлолитики. Те, которые хорошо разлагают целлюлозу. В качестве закваски, в принципе, можно положить небольшое количество навоза сюда. Можно в этот же прямо раствор, пол-литровую баночку навоза, разложившегося там, или более свежего, можно сюда положить. Но если у вас его нету, да, это самая проблема, что нет у вас этой органики на участке, то, в принципе, можно и не класть. На поверхности самих листьев, пожневных остатков, соломы есть достаточное количество целлюлитических организмов. Их нету только в свежих опилках. И поэтому только на основе опилок создавать это удобрение не стоит. После того, как все у нас растворилось, необходимо залить эту массу растительную вот этим самым раствором. Заливать надо так, как будто вы тоже квасите капусту, да, чтобы раствор немножечко, немножечко, немножечко появился над поверхностью растительных материалов. Ну вот мне на самом деле вполне хватает того количества, о котором я сказал. Ну вот я вижу, что вот до сих пор у меня залилось этим раствором, потому что я уплотнил очень хорошо. И все. Вот теперь можно уложить сюда какую-то крышку, можно досками закрыть, там, листом, чем угодно. Для того, чтобы сюда не падал снег, не лил дождь. И это можно оставить, как ни странно, все на улице. Несмотря на то, что эта бочка, конечно, промерзнет в сильный мороз, все равно вот сейчас пока еще тепло, пока морозов нет, пусть даже температура там 7, 5, 3 градуса тепла, все равно пусть медленно, но микробные процессы здесь происходить будут. И по весне они также здесь возобновятся, и весной вы получите где-то к середине мая, когда надо будет высаживать те же томаты в теплицу, когда надо будет в открытый грунт рассаду овощную высаживать, когда необходимо будет подкормить какие-то кустарники декоративные и так далее. Ну, это можно делать и в более ранний период, но к середине мая точно, что вот эта вся растительная масса переработает вот эти минеральные удобрения, которые мы сюда внесли, в органическое вещество, и это превратится в самый настоящий, ну, такой вот, ну, как бы в кавычках, навоз. Да, но использовать вот эту массу можно вполне так же, как мы используем навоз в тех же дозах, в тех же случаях и таким же точно способом. Что ж, это хороший вариант для того, чтобы создать высоко концентрированное удобрение, перевести все в органическую форму и использовать без боязни, нанести вред почве, почвенным полезным организмам и хорошенько подкормить микробиков с весны, для того, чтобы они служили нам верой и правдой на благо нашего урожая и красоты наших участков. На этом я прощаюсь с вами. До встречи!